я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители мы начинаем с вами новый невероятный видеоролик где вы мне прислали свои новые фото и видеокадры на которых запечатлены в том числе и нло кроме этой фотографии где автор сразу сказал что это искусственное фото но вот на следующий прямо на поверхности луны видно какое-то облако которое отбрасывает тень на поверхность луны я доверяю этой фотографии и хочется услышать ваше мнение эти видеокадры прислал мне евгений и свердловской области город михайловск на них мы четко видим очень странное облако которое находится намного ниже остальных она имеет вытянутый вид и неизвестно что хочет поливать или посыпать прямо из себя как я понимаю то это облако имеет точно искусственное происхождение теперь мы с вами перенесемся совсем другую точку земли это сша и мой друг александр скинул мне новые видеоролики где он зафиксировал облака которые очень сильно напоминают пирамиды те самые египетские но только выполненные в форме белые дымки как вы думаете возможно ли так что это природное образование лично я считаю что это стопроцентная маскировка для того чтобы внутри пряталась нло или передавалась секретная информация между различными космическими объектами также александр наблюдает не только за небом но и за нашими историческими постройками посмотрите какое здание зафиксировал 1853 года а она выглядит как новенькое и представьте что происходит в россии именно с такими домами они рушатся и становятся ветхие теперь мы перенесемся к видео кадром который меня просто поразили вы видите как летит нло и сейчас его просто напросто взорвут хотя автор этого видеоролика сообщит что именно так запускаются кометы даже не ракеты а именно кометы о которых совсем недавно говорили в новостях да это сегодня вот передавали то что будут запускать комету я не знаю оговорился этот парень или нет но четко произнес что сегодня должны были запускать комету а значит таким же образом запускает и метеориты и все что вы захотите поэтому эту информацию мы с вами должны проверять сами чтобы удостовериться в ее подлинности теперь же мы переходим к тому самому подземному ангелу который вышел со мной на связь и любезно согласился предоставить мне голосовую информацию обо всей своей жизни и том что сейчас происходит я рассекречу здесь некоторые данные сообщу что его земное имя руслан и после того как он нам сообщил море полезной информации о том что он жил в подземном городе и в какой-то момент смог вырваться из этой ловушке оказавшись на поверхности среди нас обычных людей так вот после всех его текстовых сообщений я вышел с ним на связь и задал прямой и конкретный вопрос руслан ты мог бы рассказать нам о себе но только своим собственным голосом а возможно показать и лицо на что он любезно согласился со мной пообщаться но сообщил что все-таки лицо пока не хочет или не готов показывать а вот голосовое сообщение отправил и все объяснил подробно так что сейчас вы услышите долгожданные ответы от подземного ангела и это будет третья часть знакомства с ним и так присаживайтесь поудобнее и мы слушаем весь его рассказ итак здравствуйте я не знаю сейчас записываю с ноутбука если этот такой голос нормально будет то буду с него записывать если нет то могу взять другой микрофон но у меня правда в другом доме находится и до него ехать далеко лень как то если это сегодня будете записывать если через пару дней то проблем не составит я слишком во многих местах часто нахожусь в одной точке никогда не бываю но с собой конечно естественно ноутбук постоянно есть и любое время я могу на нем отвечать записывать разговаривать и что угодно для меня это никаких особых проблем даже не составит если так устраивать то нет проблем если голос идет нормально без особых таких помех что вам не будет сильно утруждать в записи видео пожалуйста можем пообщаться сделать интервью или что-то там еще задавайте вопросы я всегда готов к мне ответить вот как оно работает то есть пока я держу кнопку на телефоне совершенно все по-другому поэтому я не знаю как это так у меня и ноутбук и телефон и короче я не знаю как это объяснить как оно записывается если голос допустим нормально на телефоне тогда скажи что будем допустим делать интервью интервью по телефону если здесь лучший голос а если например на ноутбуке нормально то тогда на ноутбуке потому что и телефон то есть у меня не телефон а планшета и телефон и планшет оба со мной постоянно и поэтому я могу в любое время использовать всю эту аппаратуру где бы я не находился когда бы не находился надеюсь что это будет полезная информация но еще хотел бы сказать что я бы не хотел некоторых вопросов получать от тебя это как бы про ну не знаю как объяснить про семейные пары женщин и так далее я в этом сам очень многого чего не знаю потому что я выбрался в такой момент где мне ну у меня была такая ситуация где только одно это выживание и все это я сейчас так понимаю потому что тогда я этого не осознавал а сейчас это я уже осознаю и понимаю что я во время этого всего выживания как бы пропустил все эти моменты не обращал на это внимание а в том мире где я жил там совершенно все иначе там нет такого как у вас здесь поэтому не задавайте мне вопросы как бы связанные с женским полом и так далее людей я как бы игнорирую потому что не вижу не ощущая их как бы своего своего же вида вот как то так так короткие шутки я немного усовершенствовал микрофон я думаю он более менее нормальный и шумы не воспроизводит и мой голос будет слышно абсолютно идеально я не думаю что это будет какой-то помехой на ноутбуке да на телефон я как прослушал сам отдельно оно звучит более-менее но как бы тише и не очень-то я так думаю в общем я придерживаюсь больше ноутбука чем телефона поэтому сам скажешь как тебе будет более-менее проще для записи где более-менее слышно голос я так думаю что ноутбуки гораздо точнее слышно и поэтому тут и запишем скорее всего я не знаю как это будет трансляция вестись как ты будешь задавать вопросы и каким образом ты это хочешь сделать я думаю ты хочешь сообщение сделать или есть здесь какой-то другой вариант прямого общения но я сразу говорю что видео изображение я конечно против этого я не хочу как бы себя очень сильно полить свое как бы личко потому что я живу в такой местности где это очень-очень сильно невыгодно и даже опасно и более того я бы не хотел подбегать твою жизнь такой опасности потому что даже если я выживу но врагов наберу очень многое большое количество можно сказать думаю ты понимаешь я живу на Северном Кавказе я это не скрываю я любому скажу я отвечу я готов говорить где я живу потому что это Северный Кавказ это именно то место вот где Чигемские водопады Чигемские озера вот эти глубины бездумные озера где я выплыл где это все произошло где я до сих пор не могу найти этот саркофаг в котором я находился для доказательства не могу его найти лишь только потому что как сказать никак не могу туда доступ получить там я охрана есть эти озера охраняются там в воду никого не пускают ни аквалангистов никого там какие-то специальные разрешения нужны там эти это все волокиты если заниматься это просто ну 10 жизней понадобится для этого поэтому вот и не получается а я как-то секретным образом хочу попытаться хотя бы обнаружить место расположения его он состоит допустим саркофаг состоит из специального материала который можно только вычислить специальным оборудованием которое я до сих пор создаю и то я его до сих пор не смог создать из-за недостатка материалов которые я еще ищу но я найду скоро по-любому я так думаю но сомневаюсь но лучше попытаюсь найти но сделаю аппаратуру которая будет его обнаруживать и как бы не стараюсь это делать потому что смысл в этом мало но большая часть для меня играть важную роль это пройти по пещерам я знаю определенные пещеры на северном кавказе которые именно идут туда куда надо там где очень много людей погибало там там они погибают только потому что не знают атмосферную остановку атмосферную ситуацию там давление увеличивается там все меняется там человек просто напросто не выживет его тело просто разрушится потому что там играют роль высокие частоты от города которые излучаются на этом расстоянии хоть это и глубоко но это так оно и есть дело в том что я уже подготовил себе какую-то группу команду и так далее я пытаюсь разработать некоторые технологии которые как бы изменят их биологическое тело незначительно частично но они будут способны выдержать хотя бы частичную нагрузку на это все и мы хотя бы доберемся и заснимем то что сможем там где уже даже камеры или которые работают на батарейках выгорают и где отключаются черт с ним мы попрем дальше вот для этого я это все и делаю там где уже камера без батарейки может работать обычная стандартная наша родная которая всеми рекламируется я помню одна Unix была там вообще мощная камера но я ее так и не нашел хотел купить но купил какую-то навороченную старинную камеру обычные пленки там я все это собрал я все это для проявления пленки комнаты сделал я все сделал и с этими камерами я даже для вспышки собирал эти магнетит напильников вытачивал порох и так далее чтобы вспышку сделать я этого даже раньше и представить себе не мог но оказывается можно было вспышками вот так вот делать делать такие штуки чтобы аппарат сработал очень сложная штука но я думаю ты понимаешь и для этого всего я вот всю эту экспедицию делаю но там конечно просто так со мной никто не пошел потому что без выгоды кто туда попрет и для этого я им конечно все это компенсирую и никто там не пострадает никаких проблем не будет так что если вдруг видео мы сделаем или там я не знаю слайд-шоу сделаем как видео чтобы было в любом случае мы доберемся до той точки где никто никогда ничего не видел потому что там именно там есть то что никогда в жизни ни одно живое существо не видела я об этом вас уверяю я даже словами это описать не могу потому что в русском языке этого нету таких слов это невозможно описать ну думаю так думаю ты поймешь подземный ангел я тебя прекрасно понял и надеюсь что большинство зрителей теперь мне хочется услышать ваше мнение мои друзья после того как мы прослушали всю информацию готовы ли вы и хотите услышать продолжение этой невероятной истории и той правды которую хочет нам сообщить подземный ангел на этом я буду говорить вам до свидания пишите пожалуйста свое мнение в комментариях мы скоро увидимся до новых встреч поехали пока и бум на его на у Субтитры подогнал «Симон»